В днях секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорен заявил о том, что Армения обратится к России с призывом защитить территориальную целостность Армении. В медийном и экспертном пространстве России в последние дни циркулируется следующий тезис. Это было устное заявление, его недостаточно для запуска процесса, нет письменного заявления, но недалее как вчера в студии CivilNet депутат отправящей партии гражданский договор и, кстати, соратник Никола Пашиняна Эдуард Агадянян заявил о том, что подобные заявления были, подобное заявление также и в письменном виде было сделано в мае этого года. То есть, что происходит на самом деле? Россия ждет каких-то бюрократических процедур или Россия просто не делает ничего? Как вы все это понимаете? Дело в том, что вот эти вот заявления о том, что мы ждем от России помощи, ждем, что Россия исполнит соглашение, которое было подписано еще в Ливоне, это все садом азахит. Потому что Россия устами своих дипломатов, официальных лиц и неофициальных лиц миллион раз заявляла, что в войне с Азербайджаном она не является на стороне армии. Миллион раз про это говорит. Эти соглашения не стоят той бумаги, на которой они находятся. Задача России состоит в том, чтобы вместе с турками взять под контроль транспортный коридор, перекрыть коридор север-юг из Ирана на Армению с выходом на Грузию и тем самым создавать конфликтные ситуации для Китая и каким-то образом избежать даже гипотетического военного столкновения с Азербайджаном и с Турцией. Поэтому Россия играет в другой футбольной команде. Несмотря на правовую базу, которая имеется между двумя государствами. Понимаете, Стелла, постсоветское пространство, оно уникально тем, что здесь не работают никакие соглашения. Здесь не работает международное право, потому что согласно международному праву Арцах неотъемлемая часть Армении. Здесь не работают законы, морали. Здесь не работают законы, не то что законы, в принципе, скажем так, того, что надо бы поддержать своих единоверцев в этой паре. Никакие принципы во внешней политике Москвы не работают. Если мы сравним политику, например, Москвы с политикой Анкары, то у Анкары есть религиозные принципы в этой противостоянии, есть политические принципы. У Москвы этих принципов, к большому моему сожалению, нет. И мы должны трезво смотреть в лицо. Армянская цивилизация за период своего развития процветала, когда она имела нормальные, позитивные, добрые отношения с Ираном. Я имею в виду, например, крещение Армении. Я имею в виду построение империи, которую сделал Тигран, или который по национальности был персом. То есть наша цивилизация, она процветала в эти периоды. К сожалению, как только мы отказались от некоторых стратегических связей с Ираном, периодически стали от них отказываться, многое стало меняться в неблагоприятную сторону в отношении нашего народа. Поэтому пора уже взглянуть в правде в глаза и признать простую вещь, что геополитические интересы Кремля, интересы армянского народа, они разошли. К сожалению, армянский правящий класс за минувшие десятилетия полностью распродал тот военно-политический капитал, который армянский народ ценой страданий получил по итогам Арцахской освободительной войны. И в этом вина не армянского народа, а именно руководителей армян, которые развратились сами и развращают народ этой самой позиции. Поэтому нам нужно субъектное руководство. А субъектное руководство – это в первую очередь моральный выбор нашего народа. Мы сейчас стоим на рубеже некого стратегического выбора. То есть либо мы принимаем морально-нравственное решение и сами решаем свою судьбу, либо мы оставляем ситуацию на самотеку, и руководители типа Пашиняна дальше будут отдавать армянский суверенитет. До тех пор, пока мы не станем субъектами, мы не получим помощь. Асад для Ирана является субъектным. Да, у него много недостатков во внутренней политике. Он там с фурдами не ладит, с тунитами не ладит и так далее. Но Асад исполняет обязательства. Асад знает, чего он хочет. И он не кидает своих союзников. Пашинян не является в данном случае надежным игроком для Ирана. Если Иран понимает, что нужно военным путем поддержать Армению, он должен понимать, что в Ереване есть субъектное руководство. Этого руководства нет. Если бы у Армении были бы реальные доверительные отношения, если бы Армения за минувший год и хотя бы за последний год согласовала бы с Ираном создание военной базы в Сюнике, я вас уверяю, минувшей агрессии, которая была несколько дней назад, не было. Но даже сейчас они этого не делают. Даже сейчас они пишут письма в Москву. Придите, помогите. Слушайте, ну сколько раз мы это проходили? То есть здесь вопрос в том, что нация должна взять свою судьбу в свою собственную руку. Я правильно понимаю, что сегодня в России нет восприятия Армении как союзника? И вообще было ли когда-либо такое восприятие? Царский период. Не весь царский период был безупречен с точки зрения отношений, например, между Россией и Арменией. Но в целом в царский период, когда существовала религиозная идея освобождения Константинополя, который является армяно-греческим, тогда ценность Армении для русского царя была первостепенной. Большевики отказались от религиозной идеи. Для большевиков эта идея ничего не стоит. И для российского президента Путина эта идея также ничего не стоит. Армения в данном случае для него является разменной монетой в том, чтобы выработать для себя, выторговать от англичан, от израильтян более благоприятные условия для своего личного существования и для существования благоприятного своей команды, части людей, которых он считает своими приближенными. Поэтому Армению просто распространяют. Но в этом-то вина не только русского царя. В этом вина в первую очередь армянского правящего класса. Потому что те люди, которые в нашей истории были субъектами, их расстреляли в парламенте. А те люди, которые пришли им на смену, они занимались только вопросами личного обогащения. Они не занимались вопросами создания стратегических альянсов. Ведь речь не идет о том, чтобы иметь, например, союзника, с которым можно пойти в поход. То есть не только об этом надо думать. Надо думать о том, как создать систему союзов с арабскими странами, с Ираном, с Индией, Китаем, которая предотвратила бы любые попытки военным путем решить вопрос Арцаха или теперь уже вопрос Сюника. То есть такая должна быть коалиция, созданная армянами, международная в пользу себя, которая бы предотвратила даже помыслы напасть на армянскую территорию. Но этим же мы не занимались в последние десятилетия. В этом проблема. То есть для того, чтобы эта коалиция сформировалась, арабские страны, Иран, Индия, Китай, другие игроки, они должны иметь какой-то экономический, геополитический, транспортный и какой угодно другой интерес на территории Армении. Мы должны сами создать этот интерес. Мы должны сами создавать совместные проекты для того, чтобы этот интерес появился. Так делают евреи довольно успешно. То есть мы должны брать позитивные примеры и их реализовывать. Редактор субтитров А.Семкин